МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. За руку схватил, а она как меня бутылкой вот этой шандарахнет. Вот сюда вот. До сих пор травма, говорю, болит голова по вечерам. После развода родителей 16-летняя Ольга Грекова живет с отцом, а ее трехлетний брат с матерью. Сегодня Ольгу обвиняют в том, что ради выкупа она пыталась похитить у матери своего брата. Ольга уверяет, что действовала не ради денег, а своим поступком лишь хотела привлечь внимание отца к тяжелому положению брата в новой семье матери. Доплевать я хотел на это море. Как минимум я был на это море, а эти дети нет. Почему они не могут поехать? В чем проблема? Дань, ну ты мне сам жаловался, что вот все поедут на море, а ты не поедешь, ты со мной останешься. 15-летнего Данилу Завьялова судят за кражу денег у родной тепки. Обвинение утверждает, что семья парня нуждается, ведь у них еще четверо усыновленных детей, кроме Данилы. В ходе слушания подросток сознается в краже, но говорит, что хотел купить инвалидную коляску для больного брата. А может быть, у мальчика был другой повод? Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Грекова Ольга Петровна. Сколько лет тебе, Ольга? Мне 16 полных лет. Ну смотри, по данным следствия, 11 июля ты с детской площадки пыталась похитить своего трехлетнего брата, Грекова Антона Петровича. Когда его отчим, Минаев Сергей Владимирович, попытался тебя остановить, ты тяжелым предметом ударил его по голове. Скажи, пожалуйста, Ольга, признаешь ли ты свою вину? Я никого не похищала. Антон мой брат, да. У нас родители развелись два года назад. И я живу с отцом, а Антон с матерью. Мать сразу же вышла замуж за этого Сергея, но она, собственно, к нему и ушла от отца. Она еще хоть как-то работает, а Сергей вообще безработный и бухают оба. Антошка у них без присмотра. И Антон без присмотра, и я хотела наказать мать за то, что она на Антона забила. Знаете, он у них уже один раз пропадал. Как-то раз мать была на работе, а Сергей этот пошел гулять с Антошкой. Он, значит, пошел, встретил там своих корешей и смотался за пивом, а ребенка оставил на улице. И Антон полдня пробыл один на улице, а потом его соседка забрала домой к себе. А матери вообще было пофиг. Че там, как с ребенком? Дочь, я тебе сколько раз говорила, сто раз уже не лезь не в свое дело. Мала еще меня осуждать. Понятно, Оля. Значит, ты решила сама решить этот вопрос и забрать Антона к себе. Да нет, понимаете, я хотела отца сподвигнуть, чтобы он забрал Антона. Отец любит и меня, и брата. Но вот с матерью почему-то он ведет себя как слабак. На его бы месте я бы давно уже Антона себе забрала. Понимаете, я знала, что каждый выходной мать и Антон ездят в ТЦ. Ну, в одно и то же время. В общем, я хотела забрать Антона с площадки, где мать его обычно оставляет. Вот. Ну, я бы его забрала. Она бы психовала как следует. К отцу бы на поклон пришла бы. Вот. И до отца бы наконец-то дошло, что брата нужно забирать уже и действовать жестко уже наконец-таки. Ну, потом бы все напсиховались, я бы вернула бы ребенка, и все было бы нормально. Так бы все и было, если бы вот этот алканавт Сергей не увязался бы тогда за матерью в тот день. В общем, я подошла. Подошла к брату, взяла его за руку. Хотела уже с ним уйти. Этот подлетел, вот так вот меня схватил за руку, вот так вот начал трясти и матом на меня орать начал. Ну, тут у меня Антон уже испугался, уже рыдает на всю эту площадку. Я руку-то выхватила, он меня все равно вот так трясет и прямо орет на меня. Ну, психанула я там, что-то бутылка какая-то валялась, ну, и как дала ему по башке. Он заныл сразу, там что-то кровь у него пошла, начал вот это орать, упал. Ну, все, я думала, сейчас Антона заберу и уйду. И тут мать уже подлетела и начала, значит, на меня орать. Я-то просто защищалась, все, никого не похитила, ребенка, ничего. Каким выводом пришло следствие? Да, по большому счету, Ольга у нас все сейчас рассказала. Единственное, несколько лукавиц со своими намерениями и мотивами. Так, да, 11 июля в 11 часов у нас с пруги Минаевы обратились в полицию с заявлением о попытке похищения. Действительно, Ольга попыталась похитить ребенка. Сергей Вадимович ей помешал, пытался остановить. Она действительно ударила его бутылкой по голове. После этого он несколько, так скажем, выключился из процесса препятствования совершения данного преступления. Но вот нас Алла Николаевна не дала все-таки ребенка утащить. Она выхватила у Ольги мальчика. И, соответственно, после этого подсудимость места совершения преступления скрылась. Ну, а господин Минаеву повезли нас туда оказывать помощь. Фактически же у нас Ольга является сестрой. Правильно, Антон? Да. Она с ним и нянчилась, и гуляла. И какой мотив-то похищать брата своего? Было изъято письмо, которое должно было быть направлено господин Минаеву на предмет того. Но я, да, словно, сейчас прочитаю выдержку оттуда. Ваш сын похищен. Не пытайтесь обратиться в полицию или будет хуже. Приготовьте 100 тысяч рублей к вечеру. Ждите звонка. Это нормально? Установлено, что, во-первых... Откуда это письмо? Изъято было непосредственно подсудимым. Более того, на нем потожировые следы самой подсудимой. И оно при ней у него было в момент задержания. И плюс, ну, техники установили, что распечатано на том принте, на котором находится... Если предположить, что это намерение такое существовало, оно уже не реализовалось. Как объяснишь, Ольга, наличие такого письма? Ну, он не реализовался, да. Я ее задержал. Да, ей помешали. То есть, грубо говоря, по независимому от того обстоятельств. Поэтому я считаю, что вина доказана. Ну, крайне неприятное и тяжкое преступление. Прошу наказание в виде 6 лет лишения свободных. Правильно. Правильно. Ну, ты думаешь, так просто детей, что ли, воровать можно? Еще бить бутылками по голове. Сергей Вадимович, давайте восстановим события 11 июля. Пожалуйста. А, ну... Как все было? Как происходило? Это же выходной день был. Так. Вот. А Алла, ну, мать ее, по выходным они всегда в торговый центр ездят. Собиралась с Антошкой тоже взять. Ну, и я за компанию поехал. Мы-то приехали, Алла пошла в торговый центр за покупками. А Антошку это на площадке оставило, ну, там, гулять. Не, ну, под моим присмотром. Я в машине сидел, пиво пил. Чуть-чуть так, для тонуса. В машине пиво пил? Ну, для тонуса я бываю. Не понял, а за рулем машина? Нет, нет, это она же была, а я рядом. Вы за рулем были? А я для тонуса. Для тонуса. Ну, сижу, значит, пью, присматриваю, вот. И смотрю, это нарисовался из-за кустов, вылазил и к Антону. Сделаю его за руку и потащил его под это. А мне-то с ней отношения вообще всегда плохие были. Она наглая такая девка. Ни меня не уважает, ни мать. А я думаю, а что за подстава? Сейчас Алла придет, а я что скажу-то ей? Я, значит, с машины выбежал и говорю, стой. Она дальше. Я подбегаю, чтобы она это остановить. Ну, как мне ее? За руку схватил. Она как меня бутылкой вот этой шандарахнет. Вот сюда вот. До сих пор травма, говорю, это болит голова по вечерам. И это, я что-то потемнело в глазах, я упал. И хорошо, Алла, вот появился в нужный момент. Она ее догнала, наорала, Антона отняла, а эта убежала. А потом вот это вот уже, скорую, полицию, вот это все. Меня в больницу увезли же. Алла Николаевна, теперь я хотел бы вас послушать. Расскажите, что происходило 11 июля? Ну, все было, как вот Сережа говорит. Я в машине забыла кошелек. И вернулась поэтому. Смотрю, а там моя доченька, мужа моего, по голове чем-то колошматит. А Антон орет благиматом. Ну, я подбежала, а эта как меня увидела, Антона схватила и текать. Ну, я догнала, отняла сына-то у нее. К вам вопрос, Петр Иванович. Ну, что происходит там? Что происходит с вашей дочерью? Где вы-то в этой истории? Где? Ваша честь. 11-го что происходило? Помните, знаете? Я знаю, да, когда мне позвонили из полиции, я приехал, и мне там ситуацию все обрисовали. Я сразу понял, что она это не ради денег делает, а ради того, чтобы брата из этой семьи забрать к нам, чтобы мы вместе жили. Потому что все деньги, алименты, которые я плачу, они пропивают, тратят их на себя и до Антона деньги не дают. А почему вы законным образом не поставите этот вопрос в суде? Определить место жизни, что ребенка? Я пытался, но вот в первый раз суд определил к матери проживание. Но вот как-то не дошло еще, просто вот затянул маленько вот этот вопрос. Хотел заняться немножко попозже, понимаете? Поэтому Оля пошла сама решать эти проблемы ваши. Ну, я вот здесь не уследил, да, в этом моменте как-то надо было больше внимания уделить этому вопросу сразу. Да как тебе сына-то доверять? Как сына доверять? Как доверять сына, когда вы в отпуск на алименты на мои собрались и уехали, Антона нам оставили. Все у нас прекрасно было. Ребенок и активнее стал, и позитивнее. Оль, зачем ты, если тебе деньги нужны были, зачем ты к ней пошла-то за деньгами унижаться с этой конченой, связываться? А ты, если еще раз до моей дочери рукой дотронешься, я тебе всю голову отобью. Надо что-то сделать. Катер Иванович, это не то место, где надо угрожать. Извиняюсь, ваша честь. Это может против вас обернуться. Слово защите. Да, ваша честь, спасибо. Дело в том, что моя подзащитная несовершеннолетняя девушка, вот как мы видим, потерпевший, это взрослый физически крепкий мужчина. И он сам признал, и в показаниях это тоже есть, что он первый применил физическую силу к моей подзащитной. Схватил ее за руки, кстати говоря, нанес ей определенного рода травмы вот 11 числа. Указано в экспертизе, что были диагностированы у моей подзащитные ушибы мягких тканей синяки на обеих руках, в области предплечья. И учитывая, что потерпевший находился в эмоционально возбужденном состоянии, Ольга была вынуждена просто-напросто защищать себя всеми доступными способами. Что она и делала, прошу это учесть при вынесении приговора. Нам надо так переворачивать ситуацию, он пресекал преступление. И, кстати, опять, мы плавно уходим в сторону от мотива-то, от корысти-то. Скажи все-таки, вот ты говоришь, что не хотела выкуп, хотел там то ли забрать, то ли там припугнуть, то ли еще что-то, да. Но, как ты по поводу письма-то пояснишь, которые тебя обнаружат, где четко написано, дайте мне выкуп. Поясни. Без письма мать бы нифига не поняла. Вот когда бы до нее дошло, она бы сначала эту площадку обшарила, потом бы в ТЦ вернулась, все там бы обшарила. Ну и что, и когда бы она поняла, а тут письмо на лобовом стекле было бы, ваш сын похищен. Вот тогда бы она вся и это, подхватилась бы. То есть ты хотела бы напугать ее? Ну, ну да. Она бы тут вся так, начала бы двигаться, что-то делать. К отцу бы, кстати, пришла бы в ножки. И денег бы начала бы платить, просить у него, потому что у самой-то у нее нет денег. Прошу пригласить в качестве свидетеля защиты его сына. Он подтвердит, что моя подзащитная не имела корыстных побуждений, а действовала в интересах ребенка. Сын это кто? Это Андрей. Это Минаев Андрей Сергеевич, да? Да, ваш честный. А, понятно. Приглашаем свидетеля Минаева Андрея Сергеевича. Пристав, пожалуйста, проводите. Кто защищал ребенку, украв? Не было похищения ребенка. Присаживайся, пожалуйста, Андрей. Так, тишина. Свидетель в зале. Андрей, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Андрей, ты вообще знаком с Ольгой? Да. Мы познакомились, когда мой отец женился на ее матери. Тебя не смущает, что ты сидишь здесь с этой стороны, а по другую сторону барьера твой отец? Нет, не смущает. Не смущает. Хорошо, тогда мы тебя слушаем. Что ты хотел показать суду? Вот, я же говорю, мы познакомились с Ольгой, когда мой отец женился на ее матери. Мне Ольга сразу особо не понравилась, потому что была дерзкая, самоуверенная, как-то вела себя вызывающе. Поэтому мы как бы общий язык не нашли. Но потом я понял, что, в принципе, нормальная девчонка, а ведет себя так, потому что родители развелись. Ну, мы с Ольгой только вынужденно общались, когда она либо забирала Антона, либо привозила нам его. Вот, и как-то раз я ей сказал, забери Антона уже к себе насовсем, потому что, ну, меня он уже лично достал, он вообще там никому не нужен. Он живет со мной в комнате, постоянно там шумит, он то, ему надо рано вставать, то рано ложиться. Ну, меня это уже достало на самом деле, он это полный уже пипец. Я ей сказал, ну, забери уже его к себе насовсем. Она сказала, что мать его не отдаст. Я тогда уже в шутку сказал, укради его уже на самом деле. Ну, вот с чем шутки заканчиваются. Ну, она, нет, она сказала, что, ну, меня посадят. Вот, а накануне 10-го числа она приводит нам Антона в каком-то таком хорошем настроении. Даже подмигнула мне, я сначала не понял, но потом она мне уже рассказала свой план, что хочет, типа, украсть Антона, увезти его с площадки где-то там до вечера, чтобы он посидел, чтобы все... Ну, она мне сама так рассказала. Чтобы все немного вскипешились, чтобы немного испугались. Я ей говорил, что ты понимаешь, что тебя посадят за это. Она говорит, нет, не посадят, потому что я выкуп на самом деле просить не буду. То есть я деньги брать не буду. Ваша честь, вот, видите, был приглашен свидетель защиты только для того, чтобы подтвердить суду о том, что никаких корыстных потивов у моей подзащитной не было. Я просто сказал, что у нас хотела. Тоже напугать, но это слова-слова, не больше. Обвинение другая, например, точка зрения. Я тоже хочу пригласить свидетеля обвинения Прошкину Марину Семеновну. Она опровергнет ваши доводы, хозяйка квартиры в центре. Приглашаем Прошкину Марину Семеновну, свидетелем стороны обвинения. Пожалуйста, приступ проводить ее в следное заседание. Ты молчи, сиди вообще. Ты не рыбай, я, откровенно говоря, он был виновен. Она не хотела брать выкуп. Что отмучился, что все, но на самом деле так, попугать. Проходите, пожалуйста, Марина Семеновна, присаживайтесь возле прокурора. Вас пригласили суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Так, у вас, как указано здесь, квартиру Ольга сняла. Знаете, у меня двушка в райцентре. Ну, час езды от города. Ну, вот внук подал объявление-то в интернет. Нам и позвонили. Ну, Оля позвонила, да приехала. Так, девочка-то неплохая. Она сказала, что, ну, что, говорит, я сейчас в техникум буду осенью поступать. Так. Вот, и сейчас, говорит, я у вас на месяц-то возьму, а потом, говорит, посмотрю, может, и на год договор заключу. Дала задаток. Неделю нет и нет. Я думаю, где она? Решила, а я живу-то рядом, и иду мимо, да посмотрю, света нету. Я пошла, думаю, дай позвоню, что случилось, может быть. Звоню, говорю, Оль, что случилось-то, тебя нет? Она говорит, да нет, приеду завтра. И правда приехала. Ну, сумки там у нее, вещей-то не было. Там сумка, одну-две сумки привезла. И, знаете, что, думаю, какое же число сегодня, думаю, было первое. А посмотрела на календаре, 10 июля была, когда приехала. То есть, она заранее сняла, и только 10-го уже приехала свещая. Да, только 10-го так и приехала. Так вот, так вот, не просто у нас слова, как у стороны защиты. А здесь, смотрите, при осмотре этой квартиры были обнаружены вещи брата, ну, братика Антона, да, и причем там и продукты, и питание там детские, да, и вещи его небольшое прям количество, но видно, что на определенный срок запасены. Это говорит о чем? Что не собиралась отдавать Оля ребенка 11-го числа, а собиралась находиться там, пока и выкуп не заплатят. По-моему, все очевидно. Вот вам и корыстный мотив. Нет, я на самом деле готовилась на случай, если бы в тот бы вечер все не сполошились бы родители. А в другой бы сполошились, да? Ну, вдруг бы там мать не сразу бы там постремалась, Она поняла, что нет ребенка, да, не сразу бы она постремилась. Да, она может не заметить, что нет ребенка, они один раз его теряли уже. Она бы не сразу бы пошла к отцу деньги просить, ну, или там еще что-то. Мне бы куда Антона девать? Мне его на квартиру к отцу бы привезти? Или, может быть, на площадку обратно бы подкинуть? По результату я бы его вернула. Ну, вообще, я его даже не украла. Зачем меня судить? Я не понимаю, вот это вот все разводить. Ребенок на месте, все нормально. Ал, я понимаю, что тебе ребенок не нужен. Что с Олей у вас такие натянутые отношения. Я тебе предлагаю, отдай нам Антона, мы будем вместе жить, А алименты я вам буду так же дальше платить. Ну, я не знаю. Пусть еще, да. Так-то, конечно, нормальный вариант. Меня вообще в райцентр звали заведующей магазина, Мы могли бы туда переехать. Без Антона ни садика, ни школы не надо искать. На бузы, нет? На бузы. Ну, да, вариант неплохой. Но только учти, я за тобой буду следить, Как ты сына моего воспитываешь. Я подумаю. То есть вы готовы отдать ребенка, Если вам будут продолжать платить алименты? Есть о чем поговорить. Ну, так она же будет получать больше. Пожалуйста, поговорите, только не в этом процессе. В этом процессе решаются несколько других задач. Ну, а что это нормально, как бы? Нормальная тема. Заведующий-то же больше платят, чем продавчик. Больше. И тебе там работу найти проще. Найдем. А еще мою квартиру здесь сдадим, Чтобы там подешевле с ними. Ну, вот и все. А ты с нами поедешь, в техникум поступишь. Там тебя быстро научат, как это взрослых уважают. Пап, какой техникум? Ты вообще меня спросил? Я не поеду никуда. Я в гробу видал твой техникум, понял? Твою. Мы подальше тоже уедем с тобой. Подальше, да. Тебе на следующий год в институт. Вот Антона мы в садик хороший определим. И все у нас будет нормально. Ты что говоришь вообще? Никуда я не поеду. Че? Вы вообще что, сговорились что ли? Я понять ничего не могу. Не забудь, мы никуда не поедем. Так, мне на сегодня уже хватило, Значит, что я тут тряпку про себя послушал. Поедешь, как миленькая. Это что такое за мы вообще? Мы? Мы это мы. Это я и Андрей. Понятно? И вы нас вообще не разлучите. Мне плевать, что вы тут рассуждаете про переезды. Мы никуда не поедем. Все. Оля, поясни, пожалуйста, свои слова. Я правильно понял тебя, что ты и Андрей находятся в отношениях, да? Да. Хотите строить свою семью теперь уже. Да, мы вместе с Андреем. И вообще хотели пожениться. Просто мы все это скрывали, потому что знали, что родители будут против, что они нам вот так вот все перережут, что они не захотят, чтобы мы были вместе. А это наша жизнь, понимаете? Наша. Оля, ты с ума сошла? Тебе 16. Какую семью? Какой пожениться? Ну и не за Андрея же. Нет. Ты лучше себе пару найдешь. Ты нашла себе лучше. Я что-то не понял. Я-то при чем? А хамутся этот? Зачем на шею? Не горячись. Не горячись. А чем вам не нравится сына вашего мужа? Дай нам решать, а? Ты дома устроил твою жизнь. Все нормально будет. Я тебе говорю, что не надо. Тебе забудешь. Первая любовь. Все это проходит. Вот именно. Мать твою любил. Ты видишь, чем закончилось все? Забудешь через полгода его, и все будет у тебя нормально. Ну, поэтому. Поедем в Центр областной учиться. Именно поэтому, пап. И жить дальше спокойно. Именно поэтому я все и затеяла. Потому что я знала, что будет именно так. Вы мне не оставили другого выхода вообще. Какие дела. Тут что-то... Понятно. Поясни, пожалуйста, Оля, что произошло на самом деле 11-го числа и почему? Я знала, что родители нас будут на клочки рвать. Вот такая вот реакция у них будет. И вообще, вы вообще вот впервые объединились. И ради чего вот это все? Чтобы нам, своим детям, испортить жизнь. Понимаете? Я хочу спасти тебя. Вот ради вот этого вы объединились. До этого нет. Ну и подумала, лучше бежать тогда с деньгами, чем без них. Ну и вот этот весь план с этим похищением и выкупом придумала. Тиговый план ты придумала. Надо было со мной посоветоваться. Может быть, хотя бы я это говорил, а? Так, все. Что сделано, то сделано. А теперь же, как посадят. Ваша честь, ну сбежали бы мы с Андреем, поженились бы, расписались, я бы забеременела побыстрее, может быть, потому что там побыстрее тогда расписывают, я знаю. поступила бы на платку, он бы нашел бы работу, и все было бы хорошо. Про то, что вот это все похищение я затеял, ну сказал бы потом родители, не убили же они меня. И вообще, кто вообще в этом во всем виноват? Они. Потому что они нас до этого довели. Почему мы, как шпионы какие-то, должны прятаться, что-то там придумывать, для того, чтобы просто любить? Это, блин, наша жизнь. Не хотим, как ее жить, так и будем жить. Далее в программе. Доплевать я хотел на это море. Как минимум, я был на это море, а эти дети нет. Почему они не могут поехать? В чем проблема? Дань, ну ты мне сам жаловался, что вот все поедут на море, а ты не поедешь, ты со мной останешься. 15-летнего Данилу Завьялова судят за кражу денег у родной тепки. Обвинение утверждает, что семья парня нуждается, ведь у них еще четверо усыновленных детей, кроме Данилы. В ходе слушания подросток сознается в краже, но говорит, что хотел купить инвалидную коляску для больного брата. А может быть, у мальчика был другой повод? Наглашается приговор. Насмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению греков Ольги Петровны, несовершеннолетний, ранее несудимый, совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса и пунктами Д и пунктом З части 2 статьи 126 Уголовного кодекса, то есть покушение на похищение человека, совершенное скоростных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего. Суд принимает решение по данному деянию ее оправдать по той причине, что в данном случае было установлено, что, во-первых, Ольга Петровна Грекова является родной сестрой мальчика Антона, которого доверяли ей много раз и возить домой к отцу и проживать с ним, и ухаживать за ним, и она является близким родственником Антона, близким родственником, который имеет право без ограничения общаться с ребенком. Поэтому здесь состава преступления действий не образует. Что касается записки, которую она написала, ну так если бы она ее передала или реализовала, тогда можно было ставить вопрос о возможном покушении на мошенничество. Но она этого не сделала, просто нашли саму записку, саму по себе. Поэтому даже приготовлением не назовешь. Поэтому в этой части суд ее оправдывает. Что касается нанесения вреда средней тяжести, то есть обвинения по пункту З, часть 2 статьи 112. В данном случае суд принимает решение переквалифицировать ее действие на статью 114. Превышение пределов необходимой обороны. Поскольку в данном случае действительно крепкий, так сказать, потерпевший, мужчина схватил ее, не выпускал, держал, она ударила его бутылкой. Да, это нельзя назвать необходимой обороной, но превышение необходимой обороны, да. Она же не пришла с бутылки, чтобы его ударить изначально. Это неумышленное покушение или неумышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью. По этому преступлению, по статье 114, признать ее виновной, назначить ей наказание в виде одного года, но освободить в соответствии с статьей 90 Уголовного кодекса, как несовершеннолетнюю, впервые привлекаемую к уголовной ответственности, и назначить ей меру принудительного воспитательного воздействия в виде надзора со стороны отца сроком на 6 месяцев. То есть 6 месяцев, Оля, тебе надо находиться по месту жительства с отцом, продолжать учиться, не совершать никаких противоправных действий и определенные ограничения выполнять. Судебное свидание завершено. Да, Оля, крепко тебе повезло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Завьява, Данила Андреевич, мне 15 лет. Данила, значит, смотри, по данным следствия я тебе разъясняю, 18 апреля ты похитил у своей тети Макаровой Ириной Сергеевны 260 тысяч рублей. Скажи, пожалуйста, ты себя виновным признаешь? Да не право никакие деньги, ваша честь. Вот тетя Ира, моя тетка, то есть родная сестра моей матери, в тот день, вот 18 апреля, я пришел к ней домой, как раз таки вот по просьбе моей матери, там надо было пряжу какую-то передать или что-то в этом духе. Я пришел домой, мы сели пить чай и она прям сходу прям начала говорить какую-то грязь про мою мать, мол, вот у тебя там зачем тебе детей столько, там то, что мы бедные, то, что нам денег в обрез хватает. Знаете, я терпеть не могу, когда мою маму говорят, короче, за спиной, и я говорю, да, еще у меня три брата и сестра, и что там такого. Потом она опять за свое начала говорить, вот, денег в обрез хватает, пряжу самую дешевую купила, и вот, ну, короче, начала опять мою мать ну, и как ты на все на это реагировал? Ну, я, я, честно сказать... Наверное, не первый раз этот разговор. Да, я психанул на самом деле. Я сказал, да, зато у нас семья дружная, классная, мы все хорошо живем, а ты сидишь, как сова одна в квартире. Ну, одним словом, старое дело, мне, в принципе, мама про нее так и говорила. Она, видимо, прозвозлилась на меня, вся покраснела, и так взгостно мне сказала, мол, если я допил чай, вали отсюда, хам малолетний. Ну, мне, извините за подробности, в туалет надо было. Вот. Я пошел в туалет, а рюкзак оставил в прихожей. Вышел из туалета, взял рюкзак, поехал домой. На следующий день, получается, меня вызвали в полицию, там был какой-то обыск, не обыск, и нашли в моей сумке 10 тысяч рублей в какой-то косметичке. Вот. Я сначала не понял, да, стопудово тетя Ира, она мне все это все и подстроила, лишь бы мне напакостить. А зачем? Какой смысл ей было тебе напакостить, как ты выражаешься? Ну, так от обиды. Даже таким странным образом. Ну, от обиды. То, что, как бы я ее задел, и она как бы... Мама мне всегда говорила, что у нее денег много. Вот. Если брать тот факт, что она не пожалела десятки, лишь бы мне напакостить и мне отомстить, ну, хотя на самом деле она не только мне мстила, но и моей матери. вот смотрите, сын, нас ко мне подсудимых и... Чисто моральное удовлетворение испытать? От своей правоты? Так, что получается? Лично я считаю, что так. Ну, раз ты отрицаешь свою вину, не признаешь ее, пожалуйста, послушай, каким выводом пришло следствие. Обвинению слова, пожалуйста. Да все, как обычно банально. Эта версия с подставой несостоятельна абсолютно. У нас 19 апреля потерпевшая Ирина Сергеевна обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств в размере 260 тысяч рублей, которые хранились у нее в шкафу, там, в косметичке. Спросили, кто мог похитить. Она сразу указала на Данилу, потому что как раз в этот период, то есть 18 апреля и косметичка, и деньги находились на месте, а 19 апреля она хотела доложить туда еще порядка 20 тысяч рублей и уже обнаружила пропажу. За этот период времени никого посторонних, кроме Данила, в доме не было. Следовательно, сразу подозрение пало на него. Похитить кроме него не мог никто. Правильно? В смысле никто? Вообще, откуда вы можете знать, был ли кто-то, или нет, на то, почему вы верите ей больше, чем мне? Ну, понятно, что подкинула, да, что отомстить решила. Он, видимо, наспех слепил эту версию, когда стали припирать его доказательствами и до сих пор ее пытается придерживаться. А как получилось на самом деле? Обокрал-то, как ты говоришь, наверное, кто-то другой, не ты, да, но тем не менее, ты сам это сейчас подтвердил, что и косметичку, и часть денег нашли у тебя в рюкзаке. Сначала, когда, ну, вызвали на, для того, чтобы опросить на предмет причастности к данному преступлению, говорят, я ничего не знаю про кражу, но все равно решили обыск провести по месту жительства, и приехав, да, обнаружили вот в этом рюкзаке его и косметичка, принадлежащая тетушке, и денежные средства, правда, не все, только, так скажем, 10 тысяч рублей, причем на купюрах, следы пальцев рук, и потерпевший, и подсудимого. Следовательно, говорить о том, что якобы кто-то его подставил, нельзя, по одной еще причине, что и на косметичке его и следы пальцев рук, и более того, впоследствии обнаружены и на том комоде, в ящике, где лежала эта самая косметичка, следовательно, как-то уж очень вычурно тебя тетушка подставила. Данил, ты можешь объяснить, как на купюрах, на комоде, на косметичке твоей тете оказались твои отпечатки пальцев? Ну, на самом деле, все просто. Я же часто бываю у тетки дома, и в один из дней она меня попросила пересчитать эти деньги, так как она близорука, а в тот день она где-то потеряла свои очки. Вот. Я пересчитывал деньги, пересчитал деньги в косметичке, положил обратно в косметичку, а косметичку я положил обратно в шкаф. Ну, собственно, она меня сама и просила. Ну, скорее всего. Я не настолько плохо вижу, у меня всего лишь минус три. И свои деньги я могу как-то сама посчитать, а вот о том, где они лежат, ты прекрасно знал. Присните, пожалуйста, представитель обвинения, а где остальные деньги? Сколько там? 250 тысяч еще? 250 тысяч осталось, до сих пор на Данил не признается, не говорит, где денежные средства. То есть они не найдены? Не найдены, и ущерб у нас не возмещен получается. Хорошо, тогда поясните мотив данного преступления. В принципе, сейчас было озвучено, что кроме Данила в семье есть еще трое мальчиков и девочка. Причем, нестандартная ситуация, все они усыновленные, удочеренные. Более того, у одного из мальчиков проблемы с опорно-двигательным аппаратом и на его лечение уходит очень много денег. Поэтому Данил хоть и единственный, так скажем, родной сын в этой семье, не усыновленный, не удочеренный, ему не достается денежных средств, то есть от слова совсем родители ему не дают ни на какие, ни на развлечения, ни на что. Ему, он не может ездить на экскурсии, там сбрасываться на какие-то совместные мероприятия. И, к сожалению, дети злые, его часто за это подтрунивают над ним, шутят, обидно пацану. И, видимо, решился таким образом поправить и свой статус, и финансовое положение. Более того, одноклассники говорят, никогда у него денег не было, ни на что у него денег не было. Тут приходит и всех позвал, в кафе, я плачу, я угощаю на пиццу, на прочие радости подростковые. Пригласил на 23 апреля, на субботу, но поскольку уже заранее к нему выехали и провели, так скажем, определенные мероприятия, данное пиршество не состоялось. А так и мотив, и обстоятельства ясны, я считаю, доказано. И прошу, поскольку невозмещен ущерб, избрать наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и штраф размером 20 тысяч рублей. Стоп, ваше честь, я сейчас совсем кукухой двинулся? Ты повежливее. То есть, вы хотите сказать, что я взял эти 10 тысяч рублей, чтобы просто сводить этих придурков в какую-то там пиццерию, ну это же бред полный. Нет? Что 18 апреля произошло? Значит, 18 апреля Данила пришел, принес мне пряжу. Я вижу иногда. Пряжу купила Жанна, моя сестра, его мать. Я еще помню, что я так как-то очень сильно удивилась. Пряжа была очень нехорошего качества. Я предложила Дане отдать ему деньги либо наличными, либо перевести на карту. Его это очень зарело. Я не знаю почему, он как-то весь взъерошился, начал какую-то ахинею нести. Мы живем неплохо, вы там все неправильно думаете. Мать какую смогла, пряжу такую купила. Ну, там мне в дверь позвонили. Я вышла в коридор, пришла соседка. Пока я разговаривала, Даня все это время находился в комнате, где стоял комод с деньгами. Разговор закончился, соседка ушла, я вернулась в комнату. И Даня тоже как-то очень быстро засобирался и убежал практически вслед за соседкой. Он даже чая не допил. Так вот, а утром 19-го я хотела доложить косметичку 20 тысяч. Полезла в комод, а косметички нет. Я когда 19-го обнаружила вот эту пропажу, естественно, я стала позвонить Дане. Я набирала на мобильный, мобильный выключен, потому что Даня был в школе. Я позвонила Жанне, объяснила ситуацию, и Жанна как-то очень резко мне отвесила, практически накричала, сказала, что я все выдумываю, такого не может быть, я больная, ненормальная, мне нужно лечиться. Хотя вот если по-честному, нужно лечиться моей сестре. Они с мужем вообще оба чокнутые. Они взяли из детдома четверо, четверо детей, четверо, причем взрослых. Вот Юле 15 лет, 13-летний Николай, Вадик 11 лет, и вот еще мальчик последний, 10-летний Леша. Ну понятно, ваши переживания понятны. Да, пожалуйста. Дело в том, что наш сын не мог взять эти деньги. Это все построила моя сестра, Ирина, потому что она нам завидует. У нас большая дружная семья, она одинокая, и детей у нее нет. А настолько ли все плохо у вас, как она считает? Ну, это все женская зависть обычная. Вы знаете, вот ваша честь, у меня сестра такая с выдумкой, женщина, она дома ввела систему штрафов. Она, да-да-да, она вот каждому ребенку раз в две недели выдает по 500 рублей. Карманный расход, нормально, да. И поэтому еще баночку такую завела с надписью Анапа, вся семья поголовная, копит на отдых в октябре на море. Смотрите, что происходит. Штрафуются дети за все. Сказал плохое слово 100 рублей вот с Юли, Вадик ночью покушал 50 рублей. Причем все это из их же карманных денег. Все в эту баночку складывается. Все туда, все на море. Короче, посчиталась сестра деньги, оказалось, что на четверть детей хватает, а на одного не хватает. Вот четверо поедут на море, один не поет. И знаете, кто не поет? Родной сын не поет, кто же плохо себя вел. Вот как это? Да плевать я хотел на это море. Как минимум, я был на это море, а эти дети нет. Почему они не могут поехать? В чем проблема? Даня, ну ты мне сам жаловался, что вот все поедут на море, а ты не поедешь, ты со мной останешься. Вот замечательно, когда моя сестра за всех все решила. Этят едет, этят не едет, чужие едут на море, а свой родной дом остается. Да, Марина? Ира, да ты думаешь, Даня такой корыстный, что будет переживать из-за этого моря? Ну, кто бескорыстный. Да, а вот нашим усыновленным детям это море, оно гораздо более нужно, чем Дане. И как ты вообще можешь говорить, что эти дети нам чужие? Прекрасная семья, замечательная. Я не понимаю, почему ты в моей семье роешься? Я в твою нелезу, я про тебя ничего не говорю. Вот как ни в вашу семью такое полезет. Слушай, мне копали. И вообще, почему ты нашим знакомым говоришь, что Данила вор? Это еще доказать нужно. Ну вот сейчас и докажем. Это правильно, кстати, надо доказать, действительно, надо вернуться нам к процессу. Я бы хотел пригласить свидетеля обвинения Воробьева Петра Антоновича, он расскажет о том, что действительно нуждался парень в деньгах, приглашаем Воробьева Петра Антоновича в суд в качестве свидетеля. Пристав проводите, пожалуйста. У вас своя позиция. Заведи свою. Ну заведу и не столько. Выходи, пожалуйста, присаживайся рядом с прокурором. Заводить нужно, чтобы можно было обеспечить, а не вот так вот. Мы не нуждаемся. Петр, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Скажи, пожалуйста, тебе что-то известно по поводу кражи денег у Ирины Сергеевны? Вот Данилу обвиняют в этом, но он не признается, отрицает свою вину. Мне много, что нужно рассказать о Даниле. Пожалуйста. Раньше мы с Данилой были друзья, до того, как он не украл у меня денег, на чем наша дружба прекратилась. Знаете, в нашем классе часто планируются экскурсии и поездки. Мы были в Суздале, в Кремле, ездили на Болотническую площадь. Поездки бывают однодневные, двухдневные. Не сказать, чтобы это дорого, но и не дешево. Раньше Даня отказывался от поездок. Он пропустил Золотое кольцо, Крещевское озеро, а когда мы с классом решили поехать на Бородинское поле и ночевать в гостинице, Даня сдал деньги. Да еще какие. 15 тысяч рублей. А я вот денег не сдал, потому что деньги у меня пропали. Хочу сказать спасибо своей однокласснице, что сказала, как видела, что Даня не берет у меня деньги из рюкзака. Представляете, ваша честь, какая крыса это Даня, что ворует у друзей. До него был в бешенстве после того, как его родители усыновили еще одного ребенка, этого больного Лешу. После чего совершенно начали на нем экономить. До него мне часто жаловался, как они на нем экономят. Он говорил, что папа ему дает две-три тысячи, так, втихую, но от мамы вообще денег не допросишься. Тогда он мне рассказал про тетку, про тетю Иру и какие деньги у нее есть. Он мне сказал, что когда этому все надоест, он пойдет и возьмет у нее денег. Ну, собственно, 19 апреля он подходит, приходит в класс и заявляет, что всех приглашает в пиццерию за свой счет. Я тогда, естественно, не пошел, мы были в ссоре. Я лишь поинтересовался, неужто он банк ограбил, на что он мне погрозился разбить лицо, если я не буду держать язык за зубами. Ну, я и промолчал. А когда это дело всплыло, я рассказал это все отцу, на что отец немедленно среагировал и повел меня к следователю. Попросил дать показания, ну, я так и сделал. Это еще доказать надо. Данила, ты зачем брал у отца деньги? Ты же знаешь, у меня все расписано. Нам Алешку надо лечить. У тебя совесть есть вообще? Нам, у тебя только они и волнуют, да? Только они тебя и волнуют. Только мои три брата и сестра, все, другие нафиг, я никому не нужен, понимаете? Я никому не нужен. Нашей семье просто вот кто я? Да, я взял эти деньги, взял и все, на что не буду говорить. Просто взял и все, не надо меня больше трясти. Все, точка. У нас не может быть вора в семье, Данила. Мы вас не так воспитываем. Как ты мог вообще? К сожалению, вот может, к сожалению. Надо разобраться и понять, почему. Как это остановить? Ваша честь, да, слово защите представляется. Пожалуйста. И разберемся. Дело в том, что, как мы уже знаем, мой подзащитный признался, что он похитил деньги. Но я настаиваю на том, что необходимо понять причины этого, потому что причин он нам не называет. Прошу пригласить свидетеля защиты, Завьялову Юлию Андреевну. Это девочка, которая проживает здесь в семье моего подзащитного, которую усыновили. Ой, удочерили, извиняюсь. Вот, она нам расскажет об истинных мотивах, это поможет смечить наказание. Хорошо. Приглашается Завьялова Юлия Андреевна. Пристав, пожалуйста, проведите ее в зал. Откуда ты такой потребитель-то? Ну, объясни мне, пожалуйста, зачем эта гонка вообще? Это мой родной племянник. Я тебе все сказал. Это моя родная сестра. Юля, присаживайся, пожалуйста. Юля, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Мы осматриваем дело от твоего брата Даниила. Ну, только что он признался, что 260 тысяч похитил у своей тети. Как ты думаешь, или, может быть, ты знаешь, почему он так поступил? Ваша честь, я вообще не могу себе представить, чтобы Даниила взял чужие деньги. Ну, это очень странно. Я даже помню такой случай. Мы просто шли по улице, а наша соседка прошла мимо, у нее упало тысяча рублей. И вот наш брат Вадик взял эту тысячу и сказал, пошли в чебуречную. А вот как раз Даниила у него эти деньги выхватил и отдал соседке. Потом еще считал лекции, что нельзя брать чужое, нужно избавляться от привычек. Но хотя, если вы говорите, что Данила признался, Данила, ты из-за Алеши, да? Сейчас какая уже разница? Сказал же, просто взял и все. Большая разница, но надо разобраться, зачем ты это сделал. Ваша честь. Для чего он это сделал? Он, в общем, он взял эти деньги для того, чтобы купить коляску для Алеши. В общем, ну, у нас у всех нет каких-то серьезных проблем. Да, я боюсь темноты, Вадик много есть, но это все ерунда. Вот Алеша, он, он серьезно болен. И я каждый день слышу, как родители ругаются из-за того, что не хватает денег, чтобы купить нормальную коляску. Нет, у нас есть коляска, нам ее подарили, но она ужасная. На ней можно только вокруг дома возить Алешу. Ну, и то она очень хлипкая. А вот нормальная коляска, она стоит не менее 250 штук. Итак, Данила, получается, что ты взял деньги у своей тети для того, чтобы купить брату Алеши коляску инвалидную, так? На самом деле, да, Ваша честь, но просто немножко начал уставать от этих вечных скандалов в семье, и то, что коляски нет. Ну, короче, я, правду говоря, поначалу не очень хорошо относился к Алешке, но потом пожив, переосмыслив все это, начал понимать, что он такой же человек, как мы все тут, и он тоже хочет ходить, бегать, но из-за вот такой ситуации с коляской он у этого не может, и... А я ведь слышала твой разговор с папой. Он говорил, что ты можешь украсть эти деньги у тети Иры для того, чтобы купить нормальную коляску. А потом папа Андрей вышел на балкон и обговаривал там про какую-то комнату в Сочи дешевую. И ты понимаешь, в чем фишка? Он решил нас всех обдурить и свалить в Сочи и плевать ему на коляску для Алешки. Ну ладно. Ты что за обвинения такие, Андрей Антонович? Вы как-то можете пояснить такие страшные обвинения от ребенка? Юля, ты зачем в суде врешь? Мы с матерью тебя учили врать в суде. А я и не вру. Ты, может быть, напутал что-то? Кому я и куда звонил? Да нет, пап. На самом деле она не напутала. Просто там ситуация такая, что папа мне предложил взять эти деньги тети Иры и он сказал сначала то, что мы поедем вдвоем с ним в Сочи, что он устал от этой жизни. Он хотел просто свалить в Сочи на неделю. И потом по итогу я сказал, типа, зачем ты об этом говоришь? У нас мама Алеша больной. Ну я чисто по своей совести не смогу оставить маму с таким больным ребенком. Ну после чего он все это перевел в шутку и какая-то очень не смешная шутка была. А потом он сказал, ладно, мы отдадим эти деньги, то есть потратим их на коляску. И положил их в ванну, в вентиляционное вот это отверстие и там оставил деньги. Но ты просто серьезно хочешь уехать один в Сочи и просто нас всех кинуть? Я не понимаю пока что многого. Андрей, ты что, подговорил сына, чтобы он украл у нашей сестры деньги, что ли, я не пойму? Ты с ума сошел, что ли? Ну-ка быстро признавайся. Есть там деньги или нет в этой трубе? Я сейчас приду, думаю, увижу все сама. Андрей, достало все, лежат там эти деньги. Андрей, как такое произошло? Поясните, пожалуйста. Вот ваш сын на скамье подсудимых оказался. Да, я хотел уехать в Сочи один. Я не хочу ехать в Анапу летом с этим табуном детей. Мне эти дети уже достали, честно говоря. Я хочу один в Сезон в Сочи отдохнуть по-человечески. Я уже черт знает сколько не отдыхал. Я могу право на это? Могу. Идеальная семья. Это вообще Жанна этих детей усыновлял, а я у нее на поводу шел. Я, извините, уже сексом даже с женой позаниматься нормально не могу, потому что дети эти кругом и достали они меня уже. Нет, пап, пап. Ваша честь, мы действительно очень плохо живем в последнее время из-за детей. Вот у нас и беспорядок дома, и шум, гам, и вот он недоволен. Пап, ну, как ты мог? Ты просто хотел оставить нас всех, просто уехать? Да нет, это просто вор. Объективно ты просто вор. Нет, Ваша честь, постойте, не надо срок. Как мама одна с этим Алешкой? Дайте мне условный срок, ну, просто только не в тюрьму, пожалуйста. Ваша честь, Ваша честь. Слушаю вас. Если бы я знала, я бы сама эти деньги взяла и купила бы для Алеши коляску. Я не знала. Даня, ну, Данечка, ну, почему ты мне не сказал? Я бы тебе эти деньги дала бы. Судо лезет, есть обстановление приговора. Рассмотрев в открытом системном заседании уголовное дело по обвинению Завьялова Данила Андреевича, несовершеннолетнего, совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса, то есть кражи в крупном размере, суд принимает решение признать виновным Завьялова Данила Андреевича в этом преступлении, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. В соответствии со статьей 90 Уголовного кодекса Российской Федерации, освободить его от уголовной ответственности, назначить ему меру принудительного воздействия, воспитательного характера в виде обязанности возмещения причиненного вреда. Поскольку речь идет об имущественном преступлении, слава Богу, никто не пострадал, деньги есть, деньги найдены. Ирина Сергеевна, вы получите эти деньги обратно, и этим суд считает достаточно будет исполнить решение, которое сегодня вынесено. Потому что рассмотрев все обстоятельства дела, мы видим, что парень попал в ситуацию, когда он вынужден был принимать взрослые решения из-за того, что взрослые совершенно запутались. Мама уставшая от детей, это сложно воспитывать детей, тем более, тем более вот так вот принятых в приемную семью. Сложно. Жан, ну мы же сестры, мы обязательно договоримся. Я же не знала, чтобы родной человек. Ему седание завершено. Ну и ладно. Ну что, все? Все? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok